В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Выдержать всё на Тотском полигоне военных учат противостоять стрессам. Сделано в Самаре. Качество местных овощей проверил губернатор Николай Меркушкин. И целого века мало секреты счастливого супружества от самарской долгожительницы. Внезапные засады, налеты противника, взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах. Пламя, дым, провокации в радиосети. Противостояние операциям противника на учениях отрабатывают разведчики отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа на полигоне в Тотском. Прохождение начинается с короткого мобилизующего тренинга. На старте с мотострелками работают психологи. Они же пристально наблюдают за поведением личного состава на протяжении всего испытания. Психологическая полоса представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную разными препятствиями в виде полуразрушенных стен и рвов с ловушками. Сильный плотный огонь стрельбы, взрывов, чтобы протестировать личный состав с его психической и морально-психической стороны, чтобы они смогли себя уверенно чувствовать уже в условиях боя. Как человек в коллективе при выполнении задачи себя ведет? Принимает его группа или нет? Вот что важно. И кто у них лидер? Когда внезапно какая-то ситуация возникает? Кто лидер? Кто за собой поведет в бой? Если, допустим, командир убит или ранен. Военные должны выдержать морально-психологический прессинг. По итогам тренировок специалисты помогают командирам повысить слаженность действий в подразделениях, оценить общую готовность к выполнению учебно-боевых задач. И сегодня стало известно о ЧП, которое случилось с военными под поселком Рощинский. В пешую колонну врезался автомобиль. Солдаты шли в сторону поселка, когда 34-летняя женщина, водитель легковушки, не справилась с управлением. Въехала в строй и сбила 22-летнего парня. Пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в состоянии комы третьей степени. В ГИБДД поясняют, что автомобилистку опросили и отпустили домой. По факту произошедшего ведется проверка. Витамины с грядки круглый год. В самарских теплицах осваивают современные технологии выращивания овощей, чтобы и вкусно, и много, и самое главное, безвредно. Губернатор Николай Меркушкин проверил, как идет процесс модернизации тепличного производства и сможет ли местный производитель обеспечить овощами самарцев. Потерял Марина Матрейшиной. Вскоре на этой земле будет расти сеньор помидор. В сентябре в новую теплицу высадят рассаду, а уже в начале ноября можно собирать урожай. Такие темпы обеспечивает технология светокультура. Ее уже успешно применяют в самарских теплицах. Благодаря постоянному свету фотосинтез происходит круглосуточно, что позволяет растениям расти в три раза быстрее. К примеру, вот этому салату всего пять дней. А уже через 25 он становится вот таким и готов идти на продажу. Всего в теплице завесить выращивают 68 тысяч корней такого салата. Совсем недавно здесь собрали первый урожай огурцов, выращенных по технологии светокультура. Сейчас на подходе второй. Пасмурная погода и короткий световой день – этим огурцам не помеха для роста. Сейчас уже собрали порядка 30 тонн. Это вот новый сорт, так называемый мело. Будет он расти у нас где-то до мая. И в мае опять все вырежем, вычистим у нас защитники. И посадим новый каркоподный сорт, который таким образом оборот будет практически в этих теплицах 10,5 месяцев в году. Постоянно будет урожай. А когда здесь не будет, будет урожай в других. То есть поставляется постоянно. Общая площадь теплиц – 15 гектаров. Из них 6 гектаров реконструируют, превращая в современные комплексы. Они полностью автоматизированы. Параметры температуры, влажности в теплице и регулировки полива задаются в программе на компьютере. Применяется технология подкормки растений углекислым газом. Все это позволяет увеличить урожайность в 2-3 раза. В планах построить еще 6 гектаров теплиц светокультуры. Эти 6 гектаров, они, так скажем, дорогого стоят. По объему продукции, которая поставляется в магазины. И если мы в итоге последующие 6 гектаров сделаем, то мы очень серьезно обеспечим своих людей собственным продуктом. Не овощем единым жив человек. В будущем в теплицах по совету губернатора планируют выращивать цветы. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События. Дороги под контролем. Ямочный ремонт в Самаре вступил в активную фазу. Погода подходящая, плюсовая температура и отсутствие осадков. Число спецмашин, кохеров для укладки литого асфальта и бетона увеличили до 6. Работы параллельно ведут во всех районах города. Причем количество отремонтированных участков уже в разы больше, чем в предыдущие годы. Почему некоторые улицы не пережили теплый февраль и за чей счет делают ремонт, выяснила Марина Кравцова. На часах 23.05. Улицы Самары практически опустили. Город засыпает, а вот для дорожных служб самый разгар работы. Наша съемочная группа тоже не спит. Мы решили проверить, как идет ямочный ремонт. Отработанная технология. Сначала ремонтники обрабатывают края ямы, затем продувают. Все для более крепкого сцепления литого асфальта бетона. Ямы латают на улице Советской Армии, которая ремонта не видела больше 20 лет. В этом году восстанавливать Самарские дороги начали раньше, еще в середине февраля. Муниципальное предприятие благоустройства продолжает наращивать темпы. Количество кохеров и бригад рабочих увеличили до шести. Площадь отремонтированных участков уже превысила 12 тысяч квадратных метров. На 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Работают без выходных. Предприятие в празднике ни на один день не прекращало эти работы. За праздники выполнено более 2000 квадратных метров ремонта. Литая асфальт, бетонная температура от 200 до 220 градусов Цельсия. Поэтому, в принципе, она эффективно в такую погоду ложится. Хорошая адвезия происходит и держится в течение гарантийного срока. За ночь яма ликвидируют не только на улице Советской армии, но и на участках улиц Максима Горького, Осипенко, Мичурина, Солнечной, Калининградской, Уральской, Советской и проспекте Кирова. Работать приходится в усиленном режиме. Погодные аномалии по Волжье в этом году прошлись по асфальту. Разрушение всегда происходит в период интенсивного таяния снега. В этом году аномально странный февраль. То есть он начался с оттепеля. И практически весь февраль температура переходила ноль туда-обратно. В результате чего перепадов температуры происходит интенсивное разрушение покрытия. В основном разрушаются дороги, которые комплексно не ремонтировали более 12 лет. Неудовлетворительное состояние таких магистралей – следствие постоянного недофинансирования в предыдущие годы. В 2016 году средств выделили больше. Запланировали обновить 17 дорог. Если же трещины появляются на улицах, которые ремонтировали капитально, приводить в порядок их будут подрядчики по гарантии. В случае нарушения установленных сроков штрафы существенные. Еще одним шагом к ровным дорогам должна стать модернизация асфальтового завода, где инвестор установит новое современное оборудование. Качество асфальта должно существенно повыситься. Решается и вопрос о том, чтобы завод работал круглый год. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Площадь Куйбышева превратится в фан-зону. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу самую большую площадь в Европе отремонтируют и преобразят. Изменения произойдут и в Струковском саду, и на фонтане Осипенко. О грядущем благоустройстве Самары рассказал журналистам первый заместитель главы города Владимир Василенко. На встречу побывала Марья Анна Мирная. Наводить чистоту в Самаре начнут раньше обычного. Теплая погода позволяет. Большая ответственность лежит на управляющих компаниях. В городе сейчас работают 67 коммунальных контор. К некоторым, конечно, есть претензии. Но после прошедшего лицензирования на рынке остались те, с кем можно работать, утверждает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. В противном случае на нерадивые компании всегда можно найти управу. Есть законные рычаги, и к одной из фирм их уже применяют. Мы сегодня работаем над отзывами лицензии. Но отзыв идет только через суд. Это управляющая компания «Пожарте Советский». Масштабное благоустройство в этом году коснется городских скверов. К юбилею улицы Старозагора отреставрируют место отдыха возле Академии управления. Установят клумбы и приведут в порядок фонтаны. Преобразятся также площадь Куйбышева, Струковский сад и пешеходная зона рядом с фонтаном на Осипенко. Перед стартом этих работ пройдет традиционный месячник по благоустройству, в котором примут участие все профильные департаменты и управляющие компании. Контроль за этой работой будет обеспечен. Мы в третьей декаде на сегодняшний день планируем провести езде, смотры по инструменту и готовности в месячник. В третьей декаде пойдут средники, все управляющие компании, все структуры муниципальные будут в среду выходить и после обеда работать на закрепленной территории. Также в рамках месячника по благоустройству Самару очистят и от торговых палаток, которые портят вид города. Демонтаж лотков на тротуарах и возле остановок общественного транспорта будет идти параллельно с благоустройством улиц. Марьяна Мирная, Сергей Бласкин, События. Куда заведет рубль неожиданная нефтяная лихорадка? Наш обозреватель разбирался в возможных маршрутах. Здравствуйте! Нефтяное ралли продолжается. Баррель-бренд прочно закрепился выше 40 долларов и на бирже дают 40 долларов 67 центов за бочку. Рубль тоже укрепляется. На 11 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 71 рубль 9 копеек. Курс евро 77 рублей 98 копеек. На бирже доллар провалился ниже 71 рубля. И при сохранении динамики мы можем увидеть пробой отметки 70 рублей за доллар уже до конца недели. Валюта Объединенной Европы дешевеет на фоне ожиданий заявлений главы Евроцентробанка Марио Драги, который может включить печатный станок ради количественного смягчения. Инвесторы полагают, что это плохой вариант. Кстати, наш Центробанк тоже рассматривает возможность запуска в экономику дополнительных денег. Через тот же печатный станок, разумеется. И противников этой идеи гораздо больше, чем последователей. Золото, по данным Центробанка, дешевеет. Стоимость одного грамма 2927 рублей. Серебро стоит 36 рублей 44 копейки за грамм. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Самарский блогер Дмитрий Бегун не смог добиться пересмотра срока содержания под стражей, который был продлен еще на два месяца постановлением Октябрьского райсуда. Напомним, трех самарских блогеров задержали в конце октября 2015 года. По версии следствия, они требовали более трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. По сведениям следствия, Дмитрий Бегун и Наталья Умярова признали вину. Кроме того, 5 марта стало известно, что Бегуна могут привлечь еще и по статье клевета. Экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков может получить пост в Совете директоров ПАО Кузнецов. Кандидатуры для голосования будут представлены на общем собрании акционеров. Дата еще не назначена. С поста министра обороны Сердюков был отправлен в отставку 6 ноября 2012 года в связи с расследованием уголовных дел о хищениях подконтрольным военному ведомству оборонсервисе. Сейчас он занимает пост советника первого заместителя генерального директора госкорпорации Ростех. А в октябре прошлого года Сердюкова назначили индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации Ростехнологии. В воскресенье 13 марта с 10.00 до 18.00 проезд машин по улицам Чапаевской, Красноармейской и Вилоновской вдоль периметра площади Куйбышева будет запрещен. Движение ограничат в связи с проведением массовых народных гуляний по случаю широкой масленицы. Это никак не отразится на маршрутах общественного транспорта. Девятиклассники губернии готовятся к сдаче итоговой аттестации. Помимо традиционных русского языка и математики, в этом году обязательными будут еще два предмета по выбору. А в тестах по физике и химии, помимо теоретической части, появятся экспериментальные задания. Традиционно школьники Самарской области демонстрируют хорошие результаты по русскому языку, чуть слабее по математике. А в предметах, которые можно сдавать по выбору, лидируют гуманитарные науки. Самарцев приглашают присоединиться к всемирной акции «Час Земли». В назначенное время люди в разных странах на один час отключат электричество, чтобы показать свое неравнодушие к будущему планеты и призвать к бережному отношению к ресурсам Земли. В 2016 году «Час Земли» стартует в субботу, 19 марта, в 20.30 по местному времени. Спасти жизнь в первые минуты приступа. Сотрудников системы социального обслуживания учат распознавать симптомы инфаркта миокарда и как действовать в случае развития болезни. Действуй быстро, спаси жизнь. Европейскую образовательную программу для населения реализуют областные власти. От того, как быстро окружающие поймут, что происходит с заболевшим, зависит эффективность всего лечения. Лучше всего, чтобы с момента появления первых симптомов до проведения вмешательства прошло не более трех часов. Для социальных работников, которые в силу профессиональных обязанностей имеют дело с пожилыми людьми и инвалидами, важно знать, что каждая сэкономленная минута дает дополнительный шанс пациенту. В Самарской области ежегодно происходит около 6 тысяч инфарктов. В прошлом году экстренных процедур через кожного коронарного вмешательства выполнено более 1800. Мы в этом году договорились с Министерством здравоохранения и в партнерстве с Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером решили провести целевую подготовку и работу с сотрудниками учреждений социального обслуживания. Вся эта работа направлена на то, чтобы как можно быстрее, как можно раньше, человеку, у которого есть угроза острого коронарного синдрома, была оказана современной помощи. Всероссийский форум «Возлюби жизнь» начал работу в Самаре. В нем принимают участие делегаты из Москвы, Ульяновска, Смоленска и Самары. Основная цель форума – борьба с ростом числа абортов в стране. Эту проблему в Самаре предлагают решать на законодательном уровне. Лариса Шалафаст продолжит. Почти миллион нерожденных младенцев в год – такова статистика в России. Как повысить рождаемость и снизить уровень абортов, обсуждают на Всероссийском форуме «Возлюби жизнь». Самарская область – единственный регион в стране, где проблему абортов предлагают решать на законодательном уровне. Губернская дума вышла с инициативой не финансировать медицинскую процедуру прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования. Мы, депутаты Самарской губернской думы, мы практически первые в стране, которые разработали и вышли с инициативой на федеральный уровень. Начнем такое широкое обсуждение в обществе, сделаем такой старт, начало обсуждения этой очень серьезной проблемы для нашего общества, для нашего государства. И я думаю, что после широкого такого обсуждения в конечном итоге будут выработаны основные пути решения этой серьезной проблемы. Каждый человек, независимо, где он находится, имеет право на жизнь. В утробе матери, потому что нравственная ответственность, она очень глубокая. У России, у русского народа, всегда была великая цель, великое стремление. И если мы утращиваем эту цель, мы можем раствориться в другом народе. По итогам прошлого года в Самаре родилось больше 17 тысяч малышей. Важно не только укреплять семейные ценности, но и создавать соответствующие условия, необходимую инфраструктуру, считает глава города Олег Хурсов. Вы знаете, что по итогам 2015 года мы ликвидировали очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Но это не значит, что эта очередь не будет образовываться. Перед нами стоит более глобальная задача по открытию новых мест в образовательных, дошкольных учреждениях. У нас стоит очень серьезная задача по открытию дополнительных школ. Впервые за четверть века открыты две крупные школы при поддержке Николая Ивановича Мякушкина, нашего губернатора. Чтобы снизить статистику абортов, в Самаре будет проводиться большая профилактическая работа. Эту миссию возьмет на себя Самарское региональное отделение Союза православных женщин России. Оно создано в начале марта. В состав Союза вошли представительницы сферы образования, культуры и бизнеса. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Жизнь длиною в век. Свой столетний юбилей отмечает жительница Самары Мария Вуколова. Несмотря на солидный возраст, женщина может похвастаться хорошей формой. Если о чем-то и жалеет, так только о том, что любимый супруг не дожил до этой даты. Секреты долголетия узнала Марина Матвейшина. На долгую память Муси от Коли. Фотокарточку 1941 года Мария Ивановна бережно хранит и по сей день. В свой столетний юбилей женщина вспоминает о любви всей жизни. Своего супруга Николая Вуколова. История – достойная сценария фильма. В 1938 году девушка из Пензы переехала жить в Самару. Здесь же познакомилась с парнем. Буквально через месяц он ушел в армию. Скоро возвращаться, а тут война началась. Так влюбленные вели роман по переписке на протяжении 8 лет. После войны поженились. Жили долго и счастливо. Пока смерть не разлучила. Мы сразу договорились с мужем, чтобы он говорит, я, Маруся, очень вспыльчивый. Ты, если сможешь, никогда не перечь мне. Ну, помолчи и все. И у нас все будет хорошо. И мы никогда не ругались. Вот так. Поэтому вот я прожила до 100 лет. Любить друг друга – вот и весь секрет долголетия, смеется Мария Ивановна. Сейчас она живет одна. Со всем хозяйством управляется сама. Скучать бабушке не дают дочь, внуки и правнуки. А уж в день рождения дом не пустует без гостей. Поздравить юбиляршу спешат и бывшие коллеги, и местные власти, и районные депутаты. Мы очень рады, что вы дожили до стольки годков. Молодцом. Смотрим. Вот вообще у вас, так сказать, больше 60 вам не даст. Не даст никто. Ей-богу, да? Подарки, цветы, море внимания. А на столе – любимые угощения. И ничего крепче чая. Таков уж мой обычай, говорит Мария Ивановна. Я ни одной рюмки никогда не выпила. За свои сто лет. Вот. Поэтому я, наверное, и живу сто лет. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Театр одного актера. Отрывки из моноспектаклей, стихи, жизненные истории. Заслуженный артист России Олег Белов провел творческую встречу с самарскими зрителями. В 2012 актер перенес инсульт, но переселив болезнь, вернулся на сцену. Моноспектакль Олега Белова включен в репертуар театра драмы. О том, как знаменитый артист, сотворил творческий подвиг, расскажет Алина Чемерес. Тарам, трамвай, ай, вечер добрый, билеты. Чего нету? Леты. Реки леты. Ее нету. Учил текст, словно песню, делится актер Олег Белов. Историю мальчика-шизофреника, описанную в произведении Саши Соколова «Школа для дураков», актер рассказывает со сцены уже два года. С этим моноспектаклем Олег вернулся к самарским зрителям после болезни. Отрывок из постановки петербургского режиссера Юрия Васильева «Пришли те, кто пришли», читает на творческой встрече. Физический недуг, парализованная левая сторона не мешает дарить залу эмоции. Режиссер мне все время говорил, я все время старался, хотелось это спрятать. Он говорит, не надо, Олег, не прячь. Он говорит, где-то надо, бери зубами, вот прям, не стесняйся этого. Я не понимал, а потом он мне сказал. Он говорит, ты знаешь, я тебя всегда любил как артист. Ты был очень хороший артист, но когда ты был здоров, ты бы этот материал не сыграл. Болезнь не приговор, утверждает Олег Белов. Воля к жизни вернула актера на сцену театра и помогла раскрыть новые способности. Олег теперь занимается режиссурой, ставит спектакли с пациентами психиатрической больницы. Главный спутник артиста – хорошее настроение. Говорит, в театре ему даже дали прозвище «Радиопозитив». Сегодня творить Олегу помогают коллеги, близкие и благодарные зрители. Проблема этой болезни в том, что ты мало того, что ты становишься беспомощным на одну сторону, но и от тебя отказываются все, потому что ты становишься не нужен ни на работе, а иногда даже и в семье. Вот у меня этого не произошло, поэтому как мне не быть, вы понимаете, радостным. Меня со всех сторон поддержали и поддерживают. «Холстомер», «До третьих петухов», моноспектакль Олега Белова самарские зрители помнят. Говорят, творческая встреча с любимым артистом подарила незабываемые впечатления. Для меня, например, он сегодня был, какой был до и сейчас, тот же самый человек. Но он может зарядить людей, публику, вот это его детскость. Творческие встречи с жителями Олег Белов планирует проводить и дальше. Говорит, общение без театрального грима сближает артиста и зрителя. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Военные летчики закончили играть в хоккей в этом сезоне. Самарские шпажистки выиграли первенство Европы. Футбол больше, чем футбол. Самара готовится к Чемпионату мира 2018. Все меньше и меньше остается времени до Чемпионата мира по футболу 2018 года. Игры будут проходить и в Самаре. Чтобы победить, важна не только подготовка игроков, но и болельщиков. О футболе и любимой команде самарцев школьникам рассказал главный тренер Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов» Александр Цыганков. По его словам, спорт, а вместе с ним и патриотизм, и стремление к победам должны присутствовать в жизни каждого современного подростка. У нас большое количество ребят, которые любят и умеют играть в футбол. Единственное, что нужно развивать дальше, на каком-то этапе более профессионально подходить к каким-то моментам. Золотые медали юниорского первенства Европы по фехтованию привезли из Нови-Сад Сербия две самарские спортсменки – Алена Комарова и Ирина Охотникова. Первыми сборной России покорились соперницы из Хорватии и Австрии. В полуфинале сдалась Германия. А вот матч за первое место с Францией получился ожесточенным. После пяти боев россиянки проигрывали 16-24. Но потом сумели собраться и взяли золотые медали первенства Европы со счетом 44-39. Самарским хоккеистам не повезло. Прошлогодний серебряный призер Российской хоккейной лиги ЦСК ВВС досрочно закончил выступление в плей-офф Высшей хоккейной лиги. В четвертьфинальной серии он проиграл Смоленскому Славутичу со счетом 1-3. Единственный матч военным летчикам удалось выиграть на родном льду – третий в серии со счетом 4-3. В другой четвертьфинальной паре Тамбов засушил Алтай 3-0. Борьбу за кубок Высшей хоккейной лиги продолжат. Тамбов, Славутич, Мордовия и действующий чемпион Ростов. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова